А теперь, наверное, как-то так. Ну и вот, оказалось, что раньше единороги жили в Сибири. Оказалось, что единороги были, это просто сейчас их нет. То есть, в смысле, их больше нет, но они были, они жили в Сибири. Судя по картинкам в сегодняшних новостях, они были такие шерстистые, страшные, почти медведь, почти полигон. Фыркающие были громадные нечеловеческие, чутские. Ни один из них не остался пожить с нами в нынешнем мире. А вообще, раньше их было много, и они все жили в Сибири. Медленную тайгу переплывали по воздуху в морозном эфире. Ну, то есть, вот мир, а вот то, чего больше не будет в мире. Вот мир и то, чего больше нет в мире. Мир и то, как он превращается в то, чего нет и не будет в мире. Значит, и еще этот следующий такой длинный цикл, на который шло что-то 3 или 4 года, он, как и многие тексты, на самом деле, в этой книжке, это другие редакции, нежели то, что было опубликовано до того. Это 14 фигур умолчания и растерянности. Сквозь засвеченную черную пленку назовем для начала по имени тех. Назовем. Для начала начнем с разговора о том, называя, но имена подобны животным, которые всегда погибают. Страх кипящий повсюду стоит в карауле по грудь на своем на коленях в зените на вахте. Доставай же трубу, что досталось тебе от того человека. И трубник, как обрубок его, как отрезок. Кто сидит на скамейках, на стульях, на сквозняке, на корточках, в коридоре, по углам земным и не только. Толпится, топчется, толпится, стесняется попросить. Все едва вошедшие, кто и присесть не успели толком, а вроде пора. Говорят, выметаться, пора уходить, закрывается, не задерживаемся, проходим. Сегодня они остаются, ворчат, растилая себе и своим ночевать. Наконец, остаются сегодня, они остаются. Разверзают повсюду без паники, мертвые теплые вещи себе растилают. С шумом, шелестом, шорохом, теплые мертвые вещи, свои шестяные, родные, легкие, кровоточащие, опухшие, потерянные, сквозные, утраченные, постылые, не родившиеся, не родившие, но бывавшие, побывавшие, алое, бывалые, бывшие, остающиеся, оставшиеся, оставленные. Молча ложатся на парты, в землю, на табуретки, на стулья, на шконки, на раскамейки, жилконтор, засыпных, ФЗУ, поликлиник, саманных судов, общежитий, бараков, лагпунктов. За ограды отцов, на отцовские шконки, на нары, на койка места матерей. Молча лечь, разойтись, отвернуться, укрыться, ни слова, ни звука ложатся. Это все, что они получили, наследовав землю. Город отцов начинается не с окраин, начинается с языка, с красного языка пелагра, со сбитых до полусмерти, с выпавших от цинги, со слепших от туберкулеза, со сговоров, он, ну конечно, всегда. Да и город сам не совсем живой, а как выборочный кусок мостовой, и снаружи у него часовой, а внутри у него конвой, обстающий камнями приезжего человека. Белая вокруг него, это кмала. Назовем для начала по имени Топ. Начнем с разговора о человеке, о камне. Шилом осиным огонь бежит, разрезаясь на свет без единого звука, ни слова бежит голубок недоумок по пути переулка рыдающих неисцеленных. По пути закоулка нечленораздельных то и дело оступается в проезжее время. И вот вот уже, вот уже, вот он уже, изнутри уже между всего у него поглощается словом сосуд, растворяется словом своим, через шум, 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 сквозь насквозь, через радужку, нежную кожу, мембранку. И поет удаленными связками, как и поет, и бежит, и бежит, и бежит, и падает на рассерженную, и падает на раздраженную землю. Все мы, существовавшие только что, как источники новых тел для других тел, все вы, одновременно переставшие, закрывшие за собой, забросившие ключи, в безвременный океан воронье выграя, движение на ощупь, щебета, лая, писка, чириканье, рыдание, бормотание, мяуканье, щебня, земли, льда, рая, петра, песка, все они, стекленеющие на пороге воробьиного сада, птицы третьего рода, переносятся, грохот, огонь, живот, кулаком, жил, шилом, оса, гнездо, свет. И опыт чересчур болтливых, и опыт перепуганных насмерть, и ничего уже не выйдет, и все существующие, и все существующее. Ключи, я, кажется, потерял ключи, как же мы теперь попадем, как же мы? Топ. Расстается, как белое небо поверх ледяной окмалы, расстилается небом бесшовным во сне расстоянием. Крик умирающего не вливается в общий неразличимый крик, не затихает, не превращается в ровный шум утреннего дождя. Нарастающий дом, грохот мертвых, топ-топ и копыт, не существующих больше, забыт, небывалых, мелькнувших, небывших. Добровольно исключенные семейных историй, добровольно забытые, выброшенные, заболтанные и залгавшимся языком, продолжают кричать из промерзших телячьих вагонов и складок ландшафта. Продолжают кричать, шевелиться во рвах и телесных разрывах пространства. Продолжают кричать, шевелиться во рвах и кровавых разрывах. Продолжают кричать и вставать из постылых окопов пространства. Невозможно изгладить прошедшее время до белого ровного гула. Невозможно заткнуть раскрывающий рот и разрыв замерзающей речи. Невозможно, где складками множатся вши, как шушащие черные цифры. Где смерзается память забыть невозможно по имени тех, кто обрезок, обрубок. И разрыв замерзающей речи по имени тех. И черная свема, и цифровой дифтерит. Ну, начнем, наконец. Ну, уже встанем. Начнем, назовем эти пастбища, эти долины, и взгори, и воды, и тени. Снегири, воробьи, тресогузки, зэка, кэрдэ, доходяги, лишенцы, приспособленцы, птенцы, переселенцы, кэрдэдэ, дети, птицы, поэты, рабочие, служащие. Как неперемещенные, как неопознанные, как брошенные, как застывшие, прерванные, как едва присыпанные землей. Различая в умычании времени муку и смерть коллективного тела. Различая во тьме коллективного тела мочание смертного страха. Различая в коровьем мочании страха плаценту несбывшейся речи. Различая разрыв и рыдание в каждом несказанном слове. Различая разрыв и рыдание в каждом случайном ничтожном. Различая разрыв и рыдание в каждом случайном прохожем. Наконец, различив, наконец, навсегда научившись разрыв и рыдание в каждом. Все безымянное, подобно животному, которое не погибло, но в зените чадящим лежит и оттуда внимательно смотрит на свои имена, обнаруженные при обыске, названные в ходе допроса, выброшенные на снег из пересыльных вагонов, конфискованные доход государства, что резвятся внизу, как ягнята на медленных пажетях света, белой молью хлопочут у сонных экранов забвения за такой дальней околицей мира, что земля обрывается там, как письмо, из-под ног уплывая в холодное, жадное время. Значит, последний текст из этой книги. Они стоят, как часовой, и ты, как часовой, за ними только их земля, лежит одна земля, а за тобой твоя земля сама собой лежит, по ней ничей бежит живой и так себя поет. Вам предстоит еще узнать, что все видны насквозь. И ты, зола в другой золе, и ты, удавленник в петле, и ты, ковыль при костыле, мы все тела стекла. И я, костлявый груз осла, и я, кричащий со ствола, и я, простертый на столе, мы все лежим возле. Мы все, лежавшие возле, как блестки в каменном угле, мы все слежались в это зло, весь наш парад, алле. Нам неизвестно, что еще закопано в земле, но мы узнаем, кто еще в ней прячется от нас. И мы посмотрим, кто тогда разделится на ноль, но устоит внутри себя и не сойдет, а снег сойдет к обратным облакам, Где роет башню не спеша веселый белый крот, а не веселый черный крот такую песенку поет. Вам предстоит еще узнать, что все видны попрость, и кто стоит, как часовой, и кто бежит, как вестовой, и кто лежит на мстовой. Будящий в разнос и в разнобой, створоженный и растревоженный гурьбой, Разбуженный медной ворожбой, артиллерийской медленной заоблачной пальбой, Вся эта теплокровная, ослепшая, немыслимая жизнь стоит, как лес, саму себя не различая, А мы лежим за ней, себя самих не различая, в пространстве, нарастающем как шум. И сейчас я прочту еще два стихотворения, для этого мне нужно их найти. Подождите. Ага, давайте все нашлось. Все, что понял, понимает человек, все забудет, забывает человек. Отцветает ветхий человек, не введи себя в человек, если ты неловкий человек. Наступает новый человек, истекает ветхий человек. Не ходи, вагонный человек, страной бессонных человек. Прицветает новый человек, уезжает ветхий человек. Отходи, уже не человек, отводи своих не человек. Припадает новый человек, ничего не понимает человек, ничего не забывает человек. И последнее, которое я хотел сегодня прочесть, выглядит так. Оно такое из трех частей, значит, которые с некоторыми паузами внутри. Вот и вернется красавица, теплая, алая, нежная, гневная, гнойная роза. И усядется в синее жирное небо, под осколок щербатый, под белое хлорное костное солнце, прожигающие висцеральные покрова, лепестки беспомощной ризы, трепещущие пленки брюшин. Но ты, вырванный язык языка, еле ковыляющий по земле, обрубок немыслимого ущерба, ты доберись, пожалуйста, ткнись, мокрым носом в толпу. Что было моей ладонью, и так я узнаю точно, куда не смогу нагнуться, что не смогу обнять. Укрой нас, невиданное, в громоздящихся домах бессловесного, теснящемуся, вели расступиться, и веди нас, эвакуированных, растерянно моргающим этажам. Спрячь нас, невидимое, под кровом неузнаваемого. Иди и не оборачивайся, не возвращайся, но скажи всем и передай всем остальным. Найдено, найдено живым и неуязвленным полоумное нежеланное сердце вальсирующей земли. Спасибо, наверное, всем.